МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Поговорим о столице и не только. Проект бюджета муниципия Кишиневна 2018 год стал предметом спора в рамках публичных обсуждений, прошедших в премарии. Представители городской администрации разместили объявление о проведении публичных дебатов по проекту бюджета на текущий год лишь за два дня до проведения самого мероприятия, тем самым нарушив регламент, согласно которому информацию необходимо было опубликовать за 15 дней. Естественно, что обсуждать документ, который даже в течение двух суток изучить невозможно, означало идти на сговор с чиновниками, в плену чьих интересов оказалась столица. Поговорим с сегодняшним гостем, экспертом по экономическим вопросам, Сергеем Гуряновым. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы участвовали в обсуждении муниципального бюджета, которое прошло накануне нашей с вами встречи. Достаточно положительно отозвались о самом событии, об открытости столичной мэрии, о том, что она решила достаточно так транспарентно обсудить главный финансовый документ города. Но также потребовались облисти регламент, потому что, видимо, все-таки то, что требуется как минимум две недели на изучение такого объемного документа, это продиктовано, наверное, не столько прихотью, сколько, наверное, необходимостью. Это объективный фактор. Но все-таки первый вопрос. Вот чем, на ваш взгляд, обосновано или вызвано столь страстное желание городских чиновников, вот так в сжатые сроки, чтобы публичные слушания по бюджету столицы прошли буквально через два дня после опубликования самой информации об этом мероприятии? Ну, как вы сказали, хорошо, что есть такие побуждения от нашей мэрии, от нашей премарии, чтобы быть открытыми и повысить транспарентность. Это первая часть. Но плохо то, что не соблюдены все регламенты. То есть нужно, есть постановление правительства о публичных дебатах в 967 от 2016 года, которое четко ставит, что есть определенные временные рамки. То есть как минимум две недели до публичных дебатов должен быть анонс. Даже объективно, если мы возьмем вот тот объем информации, тот бюджет, который нужно было изучить, которому нужно было подготовиться, подготовить какие-то качественные добавки, качественные изменения, комментарии. То есть для этого нужно время. И особенно для такого важного вопроса, как главный финансовый документ муниципи Кишинев. Почему это было сделано с такой скоростью? То есть здесь есть два объяснения, скажем так. Во-первых, сейчас премария и сам вице-примар сказал, что они хотят уложиться в сроки. То есть они уже вспомнили, хорошо, что сейчас вспомнили, о законных сроках. До 10 декабря должен был быть утвержден бюджет. Это хорошо, побуждение хорошее. Во времена Дарина Киртуака, это происходило через полгода после наступления Нового года. Позднее, в июле даже утверждали бюджет. И целой муниципий без бюджета как-то все было принято на спех. И тогда только Дарин Киртуак мог утверждать кое-какие затраты. Но надеемся, что такого уже больше не будет. И уже новые власти или, скажем так, уже нынешние ИО власти этот вопрос будут более хорошо держать под контролем. То есть хорошо, что хотят уложиться в срок. Но давайте не будем пренебрегать другими законными нормами, которые говорят, что все должно быть по процедуре. Потому что все начинается из-за маленьких нарушений. То есть мы где-то нарушили здесь, где-то нарушили там, то есть процедуру здесь не соблюли. То есть скажем, что это не важно, но это очень важно, потому что если мы хотим реально привести к какому-то консенсусу в обществе, чтобы и чиновники, и общественные организации, и эксперты участвовали в данном вопросе, то мы должны дать реально нормальные сроки, особенно для такого объемного документа. Помимо этого, там еще есть определенные свои нюансы, которые сразу на глазу заметили. Мы как эксперты там не могли промолчать и сказали, что, например, нужно было привести цифры прошлого года, а не просто цифры на планирующийся год. Потому что для каждой из линии бюджета нужно знать, а сколько было запланировано за прошлый год, 2017, а сколько из этого было освоено. Потому что это тоже очень важный вопрос. Потому что если мы каждый год по одной линии бюджета, скажем, там по мусоросбору или по учебным заведениям, выдаем определенные деньги, и из них осваивается, скажем так, меньше 50% или даже иногда меньше 30%, то мы должны, значит, этот вопрос изучить. Стоит ли каждый раз закладывать такую большую сумму, и какая причина, что это не осваивается. И у нас есть сейчас на данный момент школа, которая ремонтируется уже в зимнем сезоне. Есть у нас садики, которые неправильно снабжаются едой и так далее. То есть еще много проблем. То есть изучить все это досконально, чтобы принять уже взвешенные и умные решения. То есть спешка в этом вопросе нам точно не нужна. И поспешить, хотя это значит, что опять принять некачественные решения. И лучше мы немножко опоздаем, скажем, от сроков, которые, ну, немного, скажем. Я надеюсь, что в какие-то более-менее разумные сроки, если и примария постарается, если они вот уже хотят быть более транспарентными, более открытыми, то есть у них есть такое старание. Ну и мы, как общество, будем сотрудничать с ними и дадим свои рекомендации. Но не нужно это делать спешку, потому что проблем очень много, и проблемы только будут больше. Ну, получается, что окончательное принятие этого документа будет отодвинуто на достаточно определенный срок, то есть еще недели на две. Еще недели на две, да. То есть есть принятие первой чтения, то есть основные параметры бюджета, и потом уже во втором чтении уже окончательный бюджет со всеми линиями бюджета, со всеми подлиниями бюджета и так далее. То есть уже когда обсуждаются уже все конкретные нюансы бюджета и каковы будут суммы на то или иное, на те или иные расходы. Это будет правильно. И если даже брать, скажем, в очень хорошем, то есть можно до конца года пройти вот эти два рамки. То есть можно уложиться в такое вот достаточно сжатое. Да, то есть если постараться. Здесь уже нужно и чтобы чиновники дали свой интерес, и серьезно работали, не просто так, и не исходя из политических интересов. То есть сейчас уже нужно город этот как-то вытаскивать из той ситуации, в которой его довела предыдущая власть. То есть мы уже стоим перед фактом. Вот у нас уже есть, раскрываются уже рано или поздно все эти факты выйдут, и они уже постепенно выходят. И уже даже новые власти, они уже сталкиваются вот с теми проблемами, которые им оставила предыдущая власть. То есть я не знаю, как они дальше уже будут вести себя, но надеемся, что будут решаться проблемы и оставят все эти свои политические дебаты на стороне. Наша столица уже давно превратилась в нечто минного поля. Похоже на минное поле. Мы, кишиневцы, сталкиваемся с тем, что вроде как ожидаешь каких-то ярких перемен, например, от реконструкции главного бульвара столицы, допустим, бульвара Штефана Чалмария. Выходит какое-то разочарование. Вот ваша оценка того, что, на ваш взгляд, сумели сделать, чего не доделали при ремонте центра, при восстановлении центра Кишинева? Вот опять же, эта проблема связана с тем, что не было транспарентности в момент принятия решений. То есть никто не знал конкретно, сколько стоит этот проект, кто и как его выиграл, на каких основаниях, какие были технические задания заложены в самом проекте. То есть все это премария держала в большой тайне. То есть не открывала или открывала информацию частично так, чтобы не было возможности создать общую полную картины. И вот мы что сейчас видим, что если раньше за счет ремонтов, за счет определенных реконструкций, они отборовывали половину денег или, скажем так, удваивали, утраивали цену, но в конце концов что-то было, то есть какие-то улучшения, ну скажем, с тройной ценой, то сейчас мы видим даже ухудшение ситуации, но с той же самой схемой, что определенные деньги были отворон, потому что уже многие эксперты сказали, что у нас километр восстановления бульварда Штефан-Челмари стоит в три раза больше, чем тот же километр в Берлине. То есть это недопустимо для нас. Притом, что качество работы в Берлине в Берлине непоспоставима. Да, и какие еще есть большие проблемы, которые сразу заметны любому человеку, любому горожанину, который стоит пройтись по бульварду Штефан-Челмари и увидеть даже невооруженным глазом все это. Если раньше были нормально поставлены элементарно урны, которые нужны в любом городе, если мы хотим, чтобы у нас был чистый город, чтобы у нас не мусорили, чтобы граждане как-то учились, мы пытаемся за весь этот период обучить гражданам, чтобы они соблюдали чистоту вокруг себя. То есть это хорошо, но давайте дадим им возможности. Но если нет элементарных урн, что делать человеку, который, например, с маленькими детьми скушали мороженое, сколько он эту обертку будет нести, например, проведет несколько, и потом уже или бросит, или не знаю, что с ней сделать. Далее нету даже камней. У человека остается съесть вместе с оберткой. Ну, примерно так, потому что власти вот именно вот такие элементарные пункты не задумали. Я не знаю, каким нужно быть специалистами, или кто у них там принимал эти работы, или кто залаживал в это в проекте, но есть очень много недоработок. Также, скажем так, у деревьев. Они проклали новые тротуары, а потом уже прорыли новые эти, скажем так, коммуникации, и потом опять этот асфальт ломают, опять всю эту плитку снимают. Для чего это затратно? Потому что это каждый раз затратно. И далее, если уже перейдем непосредственно к самому бульварду и к проезжей части, бульвард — это у нас главная артерия столицы, скажем так. И на нем каждый день есть очень большой транспортный поток. И этот поток сталкивается с одной большой проблемой. У нас помимо пробок, которые каждый день организуются утром и вечером, есть еще такая неправильность постановки светофоров. Вот каждый из водителей, который имел счастье ехать по бульварду Штефан-Чалмари, заметил такую закономерность, что приближаясь к пересечению, то есть уже светофор выходит из поля зрения. То есть нет дублирующего светофора с той стороны на уровне глаз водителя. И даже те, которые установлены сейчас, они не установлены по ГОСТу, на 6 метров высоте, на 9 метров. То есть они уже точно вылетают из поля зрения, и человек должен или ждать, пока его посигналят сзади, уже другие водители, которым видно сигнал светофора, или пройти на свой страх и риск вперед или назад, потому что уже когда видит где-то там, или по каким-то другим признакам понимает, что вот уже пешеходы не проходят, значит уже сменился цвет светофора. Это, во-первых, представляет опасность и для самих водителей, но и для пешехода, потому что никогда не знаешь, когда какой свет светофора, ну что его практически не видно. И мы писали, писали в МВД, писали в Примарию, писали в Министерство транспорта. Пока МИСЯ не отписывается очень, знаете, так формальными отписками, что мы проверим, мы там посмотрим, но ничего. Есть конкретно ГОСТ, даже могу его назвать, 52-289, который определяет в пункте, даже если не ошибаюсь, 3, 2, 11, что должен быть дублирующий светофор. Этот ГОСТ для Республики Молдова. То есть почему не соблюли это? Это тоже входит в то, что в проекте не было, и те, кто принимали проект, не соблюли. Это не только по Штефану Шалмаре, мы можем это заметить по другим бульварам, где были реконструкции. Это создает опасность, это создает опасность аварии. То есть некоторые штрафы, люди получают штрафы из-за того, что он не увидел сигнала светофора. И кто здесь виноват, то есть мы уже должны решать сами, будем ли мы. То есть есть определенные нюансы, которые просто говорят о непрофессионализме тех людей, которые... Вот в судебных инстанциях можно вот эти решения оспорить или во всяком случае заставить через суды чиновников исправить то, что было ими, будем говорить, так сказать, сделано? И может быть, есть такая перспектива, чтобы через суды заставить переделать все это за счет чиновников? Вы знаете, да, есть такая возможность. Это, во-первых, очень близко к фантастике, скажем так. У нас, во-первых, судебная система сама очень фантастически работает, никто не знает еще как. И у нас еще есть такие проблемы, что мы, как активисты или как граждане, мы должны заставлять чиновников делать правильно свою работу. Это как-то, знаете, даже не то, что непрофессионально, но даже уже не 20 века, может быть, 19 век или еще раньше, когда люди сами должны бороться за свои права даже в таких элементарных вещах. Почему у чиновников, почему нет специальной экспертной комиссии или не знаю, кто, чтобы это все решал. То есть мы должны уже их заставить. Есть вот такая возможность, потому что сейчас даже мне самому приходится доказывать в суде транспортной полиции, полиции патрулари, что на определенных местах на бульваре Штефанчелмаре неправильно установлены светофоры. И штрафовать там они не имеют права, просто водители, потому что водитель не видит сигнала светофора. Это нарушает пункт 16 от Кодекса административных правонарушений, что если человек нарушил, сам того не желая, то есть невозможность избежания нарушения. То есть этот пункт вступает здесь. Но здесь мы должны всем обществом объединиться и знать свои права. И если кто-то их нарушает, не просто проходить мимо, а быть более активным. Потому что у нас, к сожалению, в Кишиневе, и не только в Кишиневе, в Молдове создалась такая ситуация, что люди очень в последнее время апатично смотрят на все эти проблемы. То есть не выходят, когда нужно, например, высказать свое мнение, не проявляют какую-то политическую активность. То есть все оставляют все на самотек. И это очень выгодно нечистым на руку чиновникам. И то, что мы имеем сегодня, и в очень большой мере, из-за того, что люди очень неактивно себя ведут, и оставляют чиновников нарушать. И если чиновник может нарушать безнаказанно, то он нарушает. Это уже как бы проверенный закон, аксиома. То есть его никто не пугает. Наверное, вот эти нарушения, которые мы в частности назвали «высокое расположение светофоров», объясняют тот факт, что, точнее, могут объяснить наше предположение, что чиновники по нашим улицам, или по своим тем улицам, которые они ремонтируют, они не ходят, они не ездят, они летают. Понимаете, поэтому светофоры расположены на высоте 9 метров. Но это опять-таки, чтобы разрядить обстановку. Вы сказали пассивность. И вот здесь такой вопрос, пассивность кишиневцев. Здесь такой вопрос. Вот вернемся еще очень даже недалекое прошлое, к теме референдума, который не состоялся. Референдум по отставке историчного городначальника Дарина Киртуага. Вот как вам кажется, почему все-таки был получен такой результат? Что, на ваш взгляд, произошло? Ведь, ну, например, нет ни одного, практически нет ни одного кишиневца, который был бы удовлетворен положением того, что сегодня существует в столице. Есть люди, которые говорят, да, меня все устраивает. Но я искренне, то есть не верю в их искренность, я понимаю, что это лицемерие. И вот тогда возникает вопрос, что получилось лицемерие кишиневцев победило в них здравый смысл? Или, может быть, гораздо глубже лежит причина того, что референдум не состоялся? Здесь мы можем рассматривать это как совокупность причин, как целый перечень случившихся мероприятий. То есть, во-первых, у нас политические силы, которые должны были как-то объединиться вокруг этого референдума, даже несмотря на свои политические предупреждения, на геополитику, на разные другие. То есть, на сейчас нужно было спасать город. И нужно было немножко переступить через определенные свои политические нюансы и пройти вместе. Вы говорите о тех партиях, которые сказали, что они будут бойкотировать референдум. Да, чтобы бойкотировать референдум. И в этом случае кишиневцы оказались в плену таких сомнений, что делать им, выходить или не выходить. Потому что им сказали, что если вы выйдете на референдум, это вы поддержите определенную политическую силу. И эту политическую силу мы не должны поддерживать, исходя из того и сего. То есть, вся эта гармошка опять же включилась. Опять же, немножко включилась та же рука Москвы и танки и так далее. То есть, опять же, кишиневцы попали на такую удочку. Хотя здесь нужно было немножко этим политическим лидерам включить здравый смысл. Даже если, скажем так, что в самом худшем сценарии, что это идет по сценарию определенной партии, что кто-то там из этого выиграет. То есть, это очень моментально. То есть, это продержится буквально неделю на две и все. А далее уже начинаются политические баталии. Если, скажем так, референдум прошел. Потому что, если бы была явка нормальная, то референдум точно бы прошел. Потому что мы видим по результатам. Но это бы не произошло. Не произошло из-за этих, скажем так, из-за недальновидности данных политических сил. Потому что нужно было как-то решать вопрос. Что будет уже дальше? Ну, нужно уже пройти через это и изучить этот урок. И понять, каковы были причины. И чтобы далее не совершать таких же ошибок. Я надеюсь, что тишиневцы и данные политические партии, которые призывали к бойкоту референдума. Только, ну, скажем так, одну партию можем здесь включить, которая напрямую имела выгоду из этого. Но остальные партии, которые оппозиционные, они должны были проявить немножко политическую разумность. Благоразумие, чтобы, исходя из этой ситуации, они могли бы сами выиграть. Они могли бы представить это как свою историю. Или как немного и сами поиграть над этим. Но, по-видимому, что-то у них там... В любом случае, они себя лишили шанса участвовать в грядущих местных выборах. Например, в 2018 году нужно было бы выбирать своего мэра. Мэра главного города страны. Можно было бы включиться в эту предвыборную гонку со своим кандидатом. Я считаю, вот как от лица гражданского общества, что данные, то, что происходит сейчас в Кишиневе, независимо от политических предупреждений, то есть от политических симпатий, нужно было всем выходить. Потому что данная власть полностью скомпрометировала себя. И очень жаль, что у нас в Кишиневе получается каждый раз, что когда голосуются на местные выборы за примара, в конце концов выходят всякие вот эти политические, геополитические страшилки. И эти страшилки иногда затемняют здравый смысл, чтобы люди не выбрали, исходя из того, что сделал конкретный данный человек. То есть мы должны исходить из профессионализма человека. То есть не из того, что где, потому что никто не будет идти сейчас, не знаю, на восток или на запад, потому что невозможно эту землю перенести туда или сюда. У нас есть определенное географическое расположение, которое не меняется из-за политических рассуждений внутри страны. То есть это должны они понять. Я считаю, я думаю, что в будущем будет превалировать здравый смысл и профессионализм людей. То есть для власти мучек должен быть профессионализм, особенно на местном уровне. Может там еще наверху в парламенте, в правительстве еще есть место для таких очень геополитических разговоров. Но когда речь идет о том, что, например, нужны элементарные скамейки на улице, нужны нормальные остановки для троллейбусов, для автобусов, нужны освещенные пешеходные переходы, чтобы людей там не сбивали. То есть определенные проблемы, которые нужно решить с технической точки зрения, не знаю, с экономической точки зрения, где нет места просто таким дискуссиям, как с какой-то стороны. То есть это мы видим как обычные граждане. И нам некогда смотреть на все эти их баталии, которые бессмысленны просто в этой ситуации. Радует только одно, что, например, даже дорожное движение как-то все-таки не подвержено наличие политических предпочтений участников дорожного движения. А так мы, наверное, выясняли бы при помощи пар билетов, амбиций, кто прав. Да, кто прав. Кто проехал под красный, зеленый или желтый сигнал светофора и имеет на это основание. Вот если вернемся опять же немного в нашей с вами беседе, к началу нашего разговора. Мы обсуждали с вами столичный бюджет. Вот такой вопрос. Наверняка вы знакомились с этим документом. Наверняка пытались проанализировать, что он из себя представляет. Да, там есть дефицит, дефицитный бюджет. То есть там порядка 10% не хватает еще средств, чтобы покрыть все эти статьи о расходах. Понятно, что прописаны практически все те же статьи дохода, аренда, продажа земель. И так далее, аренда земель. Но вот на ваш взгляд, все ли так учтено с точки зрения того, что необходимо сегодня современному Кишиневу? Все ли учтено с точки зрения того, чтобы, может быть, в этом бюджете можно было бы, наверное, изменить такую общую тенденцию в поисках доходных статей, которые пополняли бы бюджет? Да, это очень интересный и очень важный вопрос. Потому как для города очень важно, чтобы иметь определенные статьи бюджета, которые более-менее уже стабильны. И постоянные доноры бюджета. Да, такие как аренда, такие как таксы местные. То есть здесь мы должны иметь определенную политику. И политику с растяжением на несколько лет, на 4, на 5 лет, чтобы даже те бизнесмены, которые работают в Кишиневе, они знали, что вот за год они должны платить вот столько-то, столько-то, они могут строить свои планы. Они чтобы ожидали каждый год как с сюрпризом. А сколько у нас будут местные налоги в этом году, сколько будут местные налоги в следующем году и так далее. То есть это должно быть уже более-менее фиксировано или на определенной формуле. То есть есть определенная формула, которая зависит, скажем, от валютных колебаний или от других макроэкономических показателей, которые более-менее можно предсказать. То есть есть и стабильность будет и у агентов, которые работают, экономические агенты, которые работают в Кишиневе. Второй еще очень важный пункт бюджета, который покрыл определенный дефицит, что у нас в городе, к сожалению, я просмотрел в бюджете, этого нет, не показано, сколько мы имеем возможности получить с аренды муниципальной собственности. У нас еще нет инвентаризации, то есть всей муниципальной собственности. Есть определенные цифры, что в муниципальной собственности до 400 тысяч квадратных метров, то есть офисов, складских помещений и так далее. А есть другие отчеты, которые говорят о цифре 500-700 тысяч. То есть это очень большие деньги, которые сейчас... Большая разница. Во-первых, это большая разница, и никто не знает точно, почему такая ситуация существует, почему еще не было сделано точной инвентаризации, чтобы это все было транспарентно. Сколько у нас муниципальной собственности, кому и за сколько оно дается. Потому что есть информация, и это точно, что по определенным, опять же, по политическим критериям, некоторые муниципальные советники из, скажем же, прямо из фракции либеральной, они имеют свои фирмы, которые сдают вот эту муниципальную собственность и платят в бюджет только по 2-3 лея в месяц за квадратный метр. Когда у нас в муниципе самая дешевая офисная собственность, это начиная от 4-5 евро в месяц. То есть, вы понимаете разницу? Разница в кратности, в десятикратном размере. И это не только несколько там офисов, это очень большие собственности. Но каждый уже другой экономический агент или каждый, кто работает в этих помещениях, они платят, им же платят уже нормальную стоимость. Потому что меньше 4-5 евро вы не найдете в городе. И это происходит повседневно. И мы должны, во-первых, конкретно узнать, сколько у нас есть этой муниципальной собственности. И это очень большие цифры. Это составляет, если брать в объеме бюджета, это составляет где-то 30-35%. А если мы узнаем точно, сколько мы можем, то это может покрыть даже и муниципальный дефицит. То есть, это одна из статей, которой мы должны точно уже определиться, как эксперты знать. Вот столько-то у нас площадей, какова структура этих площадей, складские, офисные и так далее. И уже сколько мы примерно рассчитываем получить с каждого. Вот это было бы транспарентно. Но в этой транспарентности не заинтересованы определенные чиновники в премарии. Поэтому этой информации нет, и никто даже не суетится, чтобы ее узнать. И надеемся, что эта ситуация будет исправлена. Если нас слышат сейчас городские власти, пусть они задумаются над этим вопросом, потому что дополнительные деньги нам дадут возможность сделать определенные нужные проекты в городе. Хотя бы отремонтировать те же подземные переходы, сделать их нормальными, чтобы люди не боялись зайти туда ночью и не выйти. Была надежда выйти оттуда. Да, есть определенные затраты, которые нужно сделать городу, но из-за отсутствия денег. Опять же, это не делается. Ну и уже далее, если ходить по затратам муниципального бюджета, здесь же опять же нужно обратить внимание на то, как проводятся тендеры на закупку. Потому что это самая большая статья коррупционных схем. Опять же, те чиновники, которые выбирают, по каким критериям. То есть здесь нужно сделать очень максимально транспарентность, чтобы не было такого ситуации, что те же продукты, которые можно купить в три раза дешевле, мы смотрим в муниципальном бюджете, они закладаны там с трехкратным размером по цене и так далее. То есть из чего это исходит? То есть опять же, как все это получилось? С тем же ремонтом Штефан Чалмари. Во-первых, было неизвестно, даже когда мы, как эксперты, как активисты, пытались узнать, какова стоимость всего проекта. Пусть сделают публичным даже тех задания, что было заложено, каковы даже с теми светофорами. Есть информация, что для каждого по ремонту 31 августа улицы, они опять же делают новый проект. Там закладано по каждому светофору по 450 тысяч, а в некоторых местах по 950 тысяч лей. Это невозможно, это почти миллион, представьте себе. В этом каждый будет находиться на Эйфелевой башне? То есть или так, или с золотыми, я не знаю, лампами там будет сделано. То есть вот это некоторые элементарные части. Поэтому им, иногда чиновникам выгодно, чтобы было все так темно, и чтобы люди не знали, ни мы, как активисты, ни другие граждане желаем сейчас, чтобы вот следующий шаг, который бы сделала власть, сделала вот этот бюджет транспарентным. Не только объявила, что когда-то мы его сделаем транспарентным, но за определенный срок, сказали, сделали, за месяц, за два месяца, пусть поставят на электронном табло, пусть чтобы все видели. Ну вот предпринималось ли вот со стороны гражданского общества, которое участвует активно или пытается пробиться к активному участию в контроле над тем, что происходит в столичной мэрии, предпринималось ли какие-то обращения не только к судебной власти, но, например, к прокуратуре, для того, чтобы они могли бы поучаствовать, поразбираться в поиске вот этих коррупционных моментов, для того, чтобы сначала наказать, а потом уже предостеречь других чиновников от этих деяний. Ну вот здесь мы опять же входим в ту плоскость, что у нас очень связана политика с прокуратурой, с полицией. Во-первых, чтобы прокуратура взялась за это дело, нужны конкретные дела. Дел, возбужденных на примарию, на муниципальные власти, есть очень много. Никто не знает точное количество, но Влад Филат озвучил когда-то 600 таких дел на примаря лично. Сейчас говорят уже о 300. Сейчас говорят о 300. Некоторых людей сажают за одно дело, за подозрение в одном деле и уже сажают, а вот наши чиновники спокойно себе гуляют. Но это уже другой вопрос. Далее, у нас должна работать счетная палата. Счетная палата неоднократно при предыдущей власти показывала, что и в примарии муниципе Кишинев самая коррупционная структура в нашем государстве. То есть там очень много этих коррупционных схем. И в транспортном хозяйстве, и в других. То есть мы достаточно посмотреть на то, какие они машины закупили. Вот недавно был шеф департамента образования, муниципального образования, закупили себе машину втридорогой. То есть опять же, никто ничего, только пресса немного возмутилась и все. А здесь должна работать счетная палата. По материалам счетная палата уже прокуратура должна возбудить уголовное дело и пойти дальше. Далее уже прокуратура должна выйти или в судебную инстанцию провести это дело, или оправдать. То есть одно из двух должно уже, или туда, или сюда. Ничего это не работает, к сожалению. И не работает тоже исходя из политических соображений. Потому что раньше у нас был определенный альянс среди либеральной партии и демократической партии. Сейчас как-то этот альянс изменился. И уже потихоньку-потихоньку их тех снят. Заработает ли прокуратура или нет. Но здесь опять же получается, что они будут работать исходя из политических соображений. То есть сейчас уже они не друзья, и давайте их будем всех сажать. Заявление о том, что есть признаки коррупционных деяний, надо писать не в прокуратуру, а сразу в офис демократической партии. Ну да, сразу к ним в офис. И тогда может что-то зашевелиться, если только они узрят в этом какие-то свои личные выгоды. Потому что то, что было до сих пор, только об этом и говорило. Что шевелится все в этом государстве только тогда, когда это выгодно уже конкретно одной политической силы, демократической партии. И только тогда уже что-то начинает. А если это не выгодно, то ничего не будет. 31 октября на муниципальном совете столицы, при непосредственном достаточно очень активном участии фракции партии социалистов, была одобрена идея создания рабочей группы, которая будет разрабатывать положение функционирования гражданского совета при столичной мэрии. Ну вот вы вошли в эту группу, вы, я так понимаю, активно участвуете в работе. И все же, каковы цели и задачи этого гражданского совета? Что будет решать этот гражданский совет? Какие он ставит сам перед собой задачи? Какие город может ему предложить? Да, это очень важный пункт, что наряду с другими городами, наряду с другими странами в Кишиневе уже будет действовать так называемый общественный совет. Еще по названию будет определено в окончательном чтении. Муниципальные советы тоже те, кого мы избиратели делегировали, вот общество делегировало. То есть предполагалось, что это вот так вот тоже случится. Это предполагается сделать как бы что-то более открытым, более динамичным, то есть где люди могут приходить без никаких барьеров, высказывать свои мнения. Будут выбраны тоже люди из гражданского общества, которые будут, скажем так, смотреть, как работает наша власть на местном уровне. И, исходя из этого, давать определенные советы. И будут иметь право к доступу к документам, к тем же проектам, к тем же планам, доступ к бюджетным составляющим, то есть что было потрачено, какие у нас есть далее возможности. То есть будут созданы комиссии, такие же, как при муниципальном совете. Скажем так, как параллельная власть от гражданского общества. Не существует ли какой-то подмена понятий? То есть, например, человек будет просто не знать, куда ему апеллировать, кому? Муниципальный совет, столичному чиновнику? Или будут говорить, вот сформировался гражданский совет, там тебя выслушают? Нет, мы хотим избежать этого, во-первых. Мы хотим сделать так, чтобы это помогало друг другу, чтобы эта структура была такая, знаете, как она следит за тем, чтобы соблюдался порядок, чтобы граждане были услышаны. Чтобы не было столько многих случаев, когда людям строили дома прямо за два метра от их окон, и никто из столичных, ни мэр, ни чиновников не слышали их и просто игнорировали. То есть, если человека обычного и проигнорировала власть, чтобы они могли обратиться, скажем так, к этому муниципальному совету, гражданскому совету, чтобы они что-то сделали. Конечно же, не будет столько же власти у него. Это будет только консультативный совет и с определенными правами давать, выдвигать какие-то инициативы. Никак не будет это подменивать власти, не будет этот совет собою заменять, скажем, муниципальный совет или другие органы власти. Это будет просто совет по консультации, но и если этот совет что-то заметит, будут эксперты там связаны с этим советом, будут связаны активисты. То есть, мы пытаемся вот все это гражданское общество как-то объединить и канализировать в правильное русло. Потому что у нас даже по гражданскому обществу очень разношерстно. То есть, люди, каждый имеет свои мнения, то есть, и очень трудно их объединить. Мы попытаемся их объединить, но никак не хотим, чтобы подменять власть. Власть есть власть, есть определенные структуры, пусть они работают, мы хотим помогать. А если это власть... Я считаю, что если был бы такой совет еще 10 лет назад, то думаю, что Дорин Киртуаке со своей властью так долго бы не продержался. Уже или сидел бы, то есть, не так легко бы им было провести все это, то, что они до сих пор делали. Вот для чего делается. Чтобы немножко... Потому что сейчас власть сконцентрирована вот только в определенных кругах. Мы хотим немножко ее распределить и по другим кругам. Даже если это не будет реальная власть, то есть, что-то кто-то менять с этим не будет. То есть, никто не будет слушать, что вот давайте совет по участию предложил такое-то дело. То есть, это будет только как в рамках... Мы будем советовать, мы будем... Нас будет, может, слушать иногда и пресса, но не более, не знаю. То есть, законы мы издавать не будем. То есть, не... Но тем не менее, мне кажется, что это очень здорово, потому что, во всяком случае, те или иные проекты, которые будут инициированы, будут рождаться в кабинетах у чиновников или, например, на заседаниях муниципального совета, они, во всяком случае, могут получать ту или иную или в той или иной степени высокую экспертную оценку. Да, вот именно для этого и создано. Потому что часто проекты вроде как проголосовываются, вроде как интересные, но по сути, как они потом будут реализованы, какой будет контроль. Ведь не так давно, в нашем недавнем, все-таки прошлом, где-то четверть века назад, 30 лет назад, все мы еще помним, был такой народный контроль. Та же общественная организация, которая занималась тем, что следила, а как чиновники на местах выполняют все или иные свои обязанности. И это было, кстати, очень важно, например, даже с точки зрения внимания к работе чиновников со стороны силовых органов, со стороны прокуратуры. Как раз народный контроль имел возможность, написав заявление в прокуратуру, таким образом заставить прокуратуру увидеть то, что происходит в той или иной мэрии или, например, в Горсовете, как тогда называли эти учреждения. Это здорово. Я думаю, что работа служится, и, в общем-то, поддержку кишиневцев вы обретете. Единственный вопрос. Ведь, смотрите, все так политизируется в нашей стране и в нашем городе, даже тот самый референдум, когда мы должны были сказать свое слово в отношении хозяйственника, в отношении того человека, который обязан заниматься не политикой, а хозяйством. Тем не менее, здесь этот вопрос оказался политизированным. Не случится ли так, что вот этот совет тоже будет втянут в какой-то такой водоворот геополитических разборок в муниципальном совете, между чиновниками и так далее? То есть, определенные риски всегда есть. Но, как вы сказали, во-первых, мы хотим этот совет создать для того, чтобы был контроль над властью, чтобы власть не совершала таких беспредельных мер, которые были сделаны до сих пор, чтобы они знают, что кто-то над ними смотрит. А чтобы избежать вот этого, во-первых, мы ставим такие условия, чтобы люди не были партийными участниками, то есть, чтобы не было никаких подозрений, что вот этот человек работает над той или иной партией. Если такие подозрения будут, то уже есть определенный механизм, как это все проверяется. Если подтверждается, уже будут приняты определенные меры. Если нет, то человек не подтвердилось. То есть, эти механизмы еще будут заложены. Потому что сейчас задача группы — это создать именно вот эту конституцию данного совета, как он будет работать, как его будут отношения с муниципальной властью, с муниципальным советом, какие будут прерогативы, какие будут права и обязанности. То есть, все это будет заложено, и это все будет еще и выставлено на публичное обсуждение. То есть, каждый из активистов, из людей, которые не участвовали в данной группе, может привести со своими дополнениями, если увидят, что что-то там нужно еще доработать. Во-первых, что мы хотим сделать, то есть, это открытость ко всем хорошим идеям. Если люди придут и скажут, что нужно вот так и так-то сделать, то есть, с хозяйственной точки зрения, хотят помочь, то есть, чтобы у людей была эта возможность. Потому что до сих пор такой возможности не было. И единственную власть в городе представляла только либеральная партия, и только они распоряжались всем, что есть в этом городе. И вот до чего мы дошли. Потому что не было никакого контроля. По-видимому, они не боялись ни прокуратуры, ни счетной палаты, потому что потихоньку все это было приобретено к им рукам. То есть, и хотим, чтобы этого больше не было. Даже если у нас в стране и судебная система не будет работать, и прокуратура не будет работать, так как и счетная палата не делает свое дело. То есть, хотя бы, чтобы был вот этот совет гражданский, помимо примарии, помимо муниципального совета, который выдвигал бы свои комментарии. Вот, например, хотят сделать ремонт нового бульварда. То есть, чтобы этот проект сначала прошел через совет по участию, так или гражданский совет. То есть, там будут и эксперты. Если у нас нет экспертов, мы созовем. Скажем, вот есть... Опять же, это будет или на добровольных основах, или если будет определенный бюджет, то есть, и будем вынуждены платить некоторые услуги. Но это нужно сделать, чтобы или дублировать, или помогать нашим властям. Спасибо. Но вы, помимо того, что я вас представил как эксперта по экономическим вопросам, вы прекрасно разбираетесь и в вопросах энергетики. В частности, того, как формируется, например, у нас сегодня на слуху одна из главных проблем, или главных таких вот, будем говорить, новостей, то, сколько мы платим за газ. Буквально недавно прошла пресс-конференция с участием партии депутатов от партии социалистов, где было заявлено о том, что тариф на газ для потребителей с 2010 года по настоящее время увеличен почти на 80%. Это при том, что существует формула, подписанная между правительствами Молдовы и поставщиком газа «Газпром» формула, которая до сих пор еще не меняется. И остается фактом, Молдова сегодня при цене на газ 174 доллара по контрактной цене, которая сегодня на газ, которая по сегодня идет в Молдову, превращается, ну не знаю, посредством чего, но превращается в наших квитанциях в такой ценник 346 долларов за кубометр. То есть 174 мы покупаем и продаем своим же гражданам в два раза дороже. То есть почему так? Он что, обогащается какими-то, не знаю, пищевыми добавками? Мы становимся здоровее, когда стоим возле газовой плиты и наслаждаемся этим газом. В чем проблема? Почему молдавский газ стал таким дорогим? Нет, здесь целая совокупность этих проблем. Во-первых, если брать по очереди, по качеству газа, здесь есть определенная проблема. Если в других странах, если мы ориентируемся к европейским странам, там уже газ не продают по кубическому метру, а продают по мегаватту или по гигаджоулю, то есть по энергетической составляющей. У нас в Молдове, к сожалению, и многие граждане жалуются на то, что газ, на качество газа, что он или его перемешивает с воздухом, или он не соответствует качеству, то есть точно не содержит то количество энергии, за которое человек платит. Например, когда мы видим, что наши газовые плиты вдруг начинают коптить. Да, вот это и... То есть на каждой точке распределения должен быть газоанализатор. И каждый человек, который живет на определенной улице, может онлайн посмотреть на качество газа, где точно вот этот газоанализатор скажет, каково количество энергии в каждом кубометре газа. Если это ниже 33,5 мегаджоулей на куб, значит это уже обман человека происходит. И уже он может обратиться к соответствующим инстанциям. У нас такого нет. Даже системы такой нет. И никто даже не думает из чиновников. Почему они не думают? Наверное, для того, чтобы сохранить какую-то определенную статью дохода. Потому что это возможно, если этот газ кто-то перемешивает, скажем так, теоретически, я сейчас не хочу обвинять, но есть очень большая такая вероятность, потому что нет никаких доказательств, что это нет, что это не происходит. Мне кажется, здесь 170 статей дохода, понимаете? Два раза больше, чем... Измерение. Это первая часть. А уже вторая часть, что газ должен доходить к конечному потребителю по определенной цене. И по разным, то есть по этой формуле, которая у нас здесь в разных периодах, все равно себестоимость газа, которую мы покупаем от Газпрома, то есть это составляло примерно 65-70%, 75% от стоимости конечного газа. Сейчас его почти в два раза больше. То есть на цену идет еще плюс 50%. Здесь создается такая ситуация, что поставщик накапливает определенные финансовые девиации, положительные финансовые девиации. То есть это что значит? Накапливает определенную доходность, чтобы эту доходность использовать потом при определенных обстоятельствах. То есть эти обстоятельства... То есть накануне политических событий, например, в выборах можно резко опустить цену. Я могу такого предположить? Конечно. Есть такое предположение, это уже у нас было, когда премьер-министр Павел Филипф дал приказ, чтобы на 10% уменьшилась стоимость газа, и не прошло и двух недель, и стоимость газа от Наре, не знаю по каким, как по вомновению волшебной палочки, понизился именно на 10%. Это опять же нет у нас независимого регламентатора, потому что если был бы независимый регламентатор, они бы все это дело очень хорошо бы держали под контроль. И сразу же, когда есть вот такие ценовые скачки, когда у нас возможно газ понизить в стоимости, чтобы они сразу приняли новые тарифы. Такого нет. И вот мы сейчас все граждане платим для того, чтобы в конце концов кто-то вот эти деньги превратил в дивиденды, в политические дивиденды. Когда, например, перед выборами скажут, что вот мы понизим газ стоимость на 20%. То есть это произойдет. Все люди будут рады, но они не поймут, что это опять же из их денег, которые они заплатили до сих пор. И мы, и предприятия, и экономические агенты все платятся. То есть вас нас в очередной раз грабят таким образом в пользу политических своих каких-то лиц. Да, то есть в конце концов это будет такой сюрприз, что они могут еще держать вот эту цену так, и могут или повысить ее неожиданно, или могут ее понизить так, как они хотят. Потому что нет у нас регламентатора, который бы сказал, что нет, ребята, так нельзя, так не будем делать. Вот у нас есть стоимость газа, столько-то мы покупаем. Из чего вот эти накладки? Что проходят через газотранспортную систему Молдовы? Ну, невозможно. Ну, плюс там бывает несколько. Такая система у нас, ведь поймите, у нас не такие огромные километровые расстояния. Да, но тут есть еще и по потерям, потому что здесь по методологии расчета потерь. Потому что каждый раз Молдова ГАЗ представляет очень большие потери по газотранспортной системе, что они типа теряются. Опять же здесь на РЭП представляет, есть своя точка зрения, что они намного меньше. У поставщика другая точка зрения, что они намного больше. В конце концов, эта разница где-то опять же залаживается. И есть очень много проблем, которые нужно решить. Решить и с точки зрения экспертной, и с точки зрения даже прокуратуры, и с точки зрения счетной палаты. Потому что не один раз счетная палата представляла, какие там есть нарушения по закупкам. И когда поставщик закупает те же трубы в три раза дороже, из Украины они приходят с одной цены. Как только уже дошли в Молдову, там цена по фактуре меняется в кратном размере. Их покрывают золотом, видимо. И у нас газ идет золотым трубом в наши дома. И такое это реально. Это есть по документам. Но я не видел, чтобы кто-то из-за этого, например, уголовное дело возбудил, или кто-то бы сел из-за этого. То есть все, работаем дальше и нормально. То есть вот это есть некоторые элементы того, что у нас не работает государство, не работают государственные структуры, органы так, как они должны работать в нормальном государстве. И поэтому появляются вот такие возможности для власти играть. Играть с тарифами вверх-вниз и далее играть это на политическом поле. Превращать это в политические движения. Прежде всего, мне кажется, это продиктовано еще тем, что наши граждане не наделены в должной мере самоуважением. Потому что, зная, в общем-то, мы с вами не раскрываем каких-либо секретов. Это секрет Пали Шинели. О том, как формируется цена на газ, как это все... Вот эти все махинации нам всем понятны, открыты. И мы при этом это допускаем. И при этом получается, что за наш счет даже те люди, которые, грубо говоря, не голосуют за ту или иную политическую силу. За их счет та сила, за которую они не голосуют, но она использует средства, так сказать, условно говоря, честно отняты у населения. Использовать свое благо. И накопив их на счетах, там, той же Молдова газ, используют для продвижения каких-то политических своих идей. Это примерно ниже не обогащает этот газ. Это примерно как кто-то купил воду через трубы от Днестра и до Кишинева, она дошла в два раза дороже. То есть это можно привести такой же пример. Даже вода, если не хуже. Да, то есть здесь мы должны сами спроситься, если у граждан, у нас довольно высокий уровень образования. Я поэтому и спрашиваю себя, почему такое у нас происходит, почему люди не активизируются, почему они, даже есть очень много молодых людей, которые заканчивают хорошие университеты. Это нужно, значит, что-то еще больше дать в наших школах, в наших университетах. Людям какие-то больше знания, чтобы они стали более активными. Я не представляю такую ситуацию, например, в Германии или во Франции, когда люди бы знали, что вот поставщик им дает в два раза дороже определенный, скажем, или газ, или электричество, или воду, чем то оно на себестоимости. И если люди уже знают, примерно уже предполагают, и в прессе уже пишут, что это будут использованы в политических целях. То есть это было бы, не знаю что, там, даже в той же самой цивилизованной Франции или в цивилизованной Германии. Там по-другому относятся к собственной судьбе, возможно, и может быть и больше, и лучше ценят свой труд и свое будущее. Потому что в данном ситуации то, что происходит, и то, что я наблюдаю вместе с вами за вот этой социальной апатией наших с вами сограждан, как раз кроится главная потеря нашей страны. Мы потеряли социально активных граждан, тех, кто готовы стать защитниками своего отечества. Хотите румынский язык? Да ладно, пусть будет румынский. Я удивлен, что он нас не называет дакский язык или как-нибудь еще. Хотите, чтобы мы стали частью другого государства? Знаете, слушаешь все эти споры на улицах и понимаешь, что люди уже потенциально готовы, уже не знаю, перед кем склонить голову, только бы что. Опять стоит вопрос. Вот чем ты рассчитываешься? И тут, как правило, никто особо не задумывается. Если здесь, то у нас отсутствует система ценностей. Потому что если у людей нет вот этой системы собственных ценностей, на которые можно опереться, и государство не дает эту систему ценностей, начиная с садика, начиная со школы, не просто знания, знаете, как там читать, и как сложить 2 плюс 2. Потому что даже эти знания, как сложить 2 плюс 2, вот смотрите, если вернемся немножко к ремонту Штефана Чалмаре, сам на Штефан Чалмаре с пересечения с Пушкина, с Банулевской будони, там были защитные заборщики. Очень важные заборщики, потому что там очень большой транспортный поток. И эти заборщики защищали, чтобы люди, маленькие дети, не выбежали на трассу, не выбежали на проезжую часть. Там, чтобы коляски случайно не подкатились. И они декоративные, и одновременно еще и практичные. И практичные. Например, близь монумента Штефана Чалмаре был очень сильный такой заборщик, который железный, и каждый проем стоит больше 1000 долларов в смете. Сейчас примерно 12 этих проемов было, и они исчезли просто. Это создает опасность первую, что во время аварий, могут быть аварии, что машина может влететь в людей-пешеходах. Или вот как было во Франции, или было в других странах, когда это было сделано специально. И второе, что даже дети маленькие могут забежать, или там кто-то может случайно упасть на проезжую часть. Вот это все нет. Это произошло опять же в результате ремонта. То есть в результате ремонта мы получили продукт, который нам опасен для жизни. Потому что опасен даже тем, может быть, очень внимательный человек проходить по улице. Но если невнимательный человек едет на машине, заедет на тротуар, то никакого забора, никакой защиты, даже механической не будет. То есть кто этими вопросами должен заниматься, это уже профессиональная часть. Время программы конечное. Все-таки я задам этот вопрос. И если можно очень коротко на него ответить. Вот то, что задувается цена на газ, так сказать, наращивается чуть-чуть двое. Я не исключу, что, может быть, и поднимут еще процентов на 20-30. Не кажется ли вам, что это подготовка к тому, чтобы оправдать поставки, которые планируются по вот этому, не знаю, реверсному или какому-то там еще газопроводу, который идет, сейчас вышел на Унгены, Ясунген, да? И сегодня говорится о том, что вот мы его скоро дотянем до молдавской столицы. Но понятно, что они продавать будут тот же самый газ. Мне кажется, в Румынии нет достаточно объемов газа для самой себя. Тут еще надо делиться будет с соседней Молдовой. Будем получать или покупать тот же российско-румынский газ. Но вот по какой цене встает вопрос? Да, вот здесь мы должны рассмотреть ситуацию в целом, картину в целом посмотреть. С одной стороны, это хорошо, когда у нас будет два или три или несколько поставщиков. Это с стратегической точки зрения, это хорошо. Теперь давайте посмотрим на ситуацию в Румынии. Румыния сама свои расходы еще не может полностью обеспечить. Потому что они сами признали, и это можно посмотреть в отчетах по энергобалансу страны, что в определенных месяцах, когда больше, или в холодных месяцах, или когда есть больше потребления газа, они не способны только из собственных резервов, или из резервов тех, которые приносят им в жиженном виде, покрыть свои расходы, и они закупают. То есть есть определенные закупки от Газпрома. И это нормально, они не видят никакого опасности, или не делают из этого истерику, что Румыния закупает газ у Газпрома. Слава Богу, что есть такая возможность. Проложенные трубы, и можно получить это. То есть если на их газотранспортную систему, газоснабжающую систему сядет, и Республика Молдова, которая не имеет почти никакого собственного газа, то есть это будет дополнительная нагрузка. То есть покрыть вот эти расходы, которые для Молдовы примерно в миллиард кубических метров, уже придется из излишек. А излишек нет, так что придется закупать из того же газа из Газпрома. Здесь как сказать, что да, это будет, во-первых, немножко дороже, потому что переводи реверсные, они всегда дороже, потому что, во-первых, путь этого газа будет дольше. И далее уже есть определенные надбавки, которые берут сети. За транспорт газа, то есть экологические надбавки на стоимости газа. То есть там уже Евросоюз. Евросоюз имеет определенные, очень высокие эти надбавки, когда идет речь о газе. То есть здесь мы должны в совокупности просматривать это. Да, нужно иметь как бы еще альтернативный источник, но нужно очень хорошо контролировать. И именно вот это повышение, искусственное повышение цен на газ, именно сводит к мысли, что очень возможно для того, чтобы сделать конкурентоспособным этот газ, который будет реверсными поставками под Молдову. Потому что сейчас просто наш транспортный Молдова газ, они просто накапливают деньги из этой разницы по газу, который они нам продают, и то, что они покупают в России. Да, есть определенные расходы по транспортировке, по изменению давления у газа, потому что они получают его по высокому давлению, потом идет по снижению давления. Это и есть расходы, но они не 100%, то есть они добавляют еще 100% на эту сумму газа. То есть это ненормально. Сергей, спасибо за этот разговор. Мы достаточно довольно динамично с вами провели это время. Я надеюсь, и это было полезно нашим зрителям. И все, что было сказано, здесь получат определенный зрительский отклик. И мы обязательно будем возвращаться к этой теме. Как говорится, поговорили о столице, но, видите, границы нашего разговора оказались шире границ главного города страны. Будем с удовольствием вас ждать в нашей студии. Спасибо вам. Приходите. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был советник, точнее эксперт по экономическим вопросам Сержи Умгуряна. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...